Вот, друзья, мы и в эфире. Впервые, прошу заметить, впервые с Надеждой Матвеевой мы решили провести такой онлайн-мастер-класс для вас, потому что не все могут попасть к нам на живую встречу, а будущее, как мы знаем, уже стоит в онлайн-мире, поэтому и мы сегодня с вами в онлайн-мире. Здравствуйте! Здравствуйте вам в онлайн-мире. Значит, сегодня мастер-класс у нас на тему... На тему, как повысить свою экспертность и стать медиаперсона, если вы эксперт в каком-то узком профиле или широком. Ну, то есть, как делать коммуникацию в зависимости от того, какая у вас профессия основная, потому что я знаю, что многие студенты школы Медиастарт, где я периодически провожу мастер-классы, это люди, которые имеют профильное образование, занимаются профессией избранной и при этом хотят стать более публичными, что абсолютно естественно в современном мире. Поэтому я благодарна Ярославе, которая подсказала, что именно эта тема сегодня будет актуальной, потому что это фактически универсальная тема. Ну и плюс, как личностный бренд, о котором мы тоже говорим на нашем мастер-классе, вживую сегодня будем говорить здесь, ну, как личностный бренд, это тоже очень влияет, как правильно донести информацию через медиа, и в том числе соцсети, телевидение, и все площадки, которые сегодня у нас есть, а их много, и их все нужно использовать. А поскольку у нас сегодня впервые именно такой онлайн мастер-класс, то я бы хотела сразу уточнить, как будет происходить. Вот как мастер-класс будет происходить, я знаю, потому что я его проведу. А как студенты ваши могут воспользоваться этой информацией? Вы сможете нам писать комментарии, либо писать нам после этого эфира, когда вы посмотрите какие-то вопросы, которые у вас остались, и мы с Надеждой обязательно приношли в следующей встрече, а может быть даже в онлайне, а может быть вживую, мы обязательно вам ответим на ваши вопросы. Вы даже можете конкретно ваши случаи, ваши там профессии упоминать, и мы скажем, как лучшим образом можно эту профессию осветить в медиа, и какие инструменты телевизионные мы можем для этого вам подобрать и посоветовать. Таким образом, сейчас я уже начинаю непосредственно мастер-класс. Ярослава, ты можешь оставаться. Да, но я буду здесь недалеко. Хорошо, чтобы я весь кадр занимала. Я вижу, что есть уже комментарии, у меня не очень хорошее зрение, поэтому я буду вот так приближаться, чтобы их прочитать. Рады вас снова видеть в Медиастарт, пишет Александр. Это взаимно. Независимо от того, какое количество людей сейчас посмотрит эту трансляцию, у вас будет возможность в течение 24 часов ее посмотреть, для того, чтобы все знания, которые передам сегодня, усвоить и применить. Вообще, я за практическое применение знаний, и в мастер-классах школы Медиастарт мы проводим и практическую часть курса. Кто был, тот знает. Сегодня это больше теория, надеюсь, что с фидбэком, то есть какой-то интерактив мы устроим в зависимости от того, как пойдет. Ну а тема, повторюсь, это повышение медийности в рамках вашего экспертного направления. Почему сейчас это важно? Потому что люди, которые имеют интересную профессию, например, юрист, диетолог, фитнес-тренер, психолог и еще множество профессий, которые я не назвала, могут стать медиаперсонами и таким образом повысить свою популярность, экспертность и, как следствие, востребованность. Востребованность – это возможность большему количеству людей продать, прорекламировать свои услуги, быть большим еще профессионалом, потому что от вашей востребованности это зависит, ну и, конечно, чувствовать себя уверенно не только в профессии, но и в создании контента. Почему сейчас важно создавать контент? Потому что огромная конкуренция как в любой профессии, так и на медиарынке тоже. Если мы будем рассматривать YouTube-контент или телевизионный, то есть любой медиаконтент, то мы увидим, что профессия телеведущего пересекается фактически с специализацией экспертов. То есть я, ведущая программы «Все будет добр» на протяжении шести с половиной лет, фактически была как телеведущая проводником между экспертами, которые приходили ко мне в гости, и зрителями, которым были необходимы эти знания. И я имела возможность наблюдать за тем, как экспертность увеличивала медийность человека и в итоге приводила к тому, что эксперты, например, становились телеведущими. Мы можем даже рассмотреть несколько интересных кейсов, потому что я считаю, что это достойные примеры того, как человек в своей профессии, развиваясь, в итоге стал телеведущим, оставаясь профессионалом. Например, если брать шоу «Мастер-шеф», который вот уже многие годы идет на телеканале СТБ, то люди, которые приходят участвовать в шоу, участники – это непрофессиональные телевизионщики, это условия, и даже непрофессиональные повара. То есть это аматоры, которые хотят поучаствовать в этом конкурсе, достигнуть определенной степени профессионализма и показать себя многим людям с помощью телеэкрана. В итоге некоторые из них, которые прикладывают определенные усилия, какие мы сегодня будем рассматривать, становятся известными медийными личностями, оставаясь при этом высокими профессионалами. Не то, что даже оставаясь, постоянно развиваясь. Среди моих друзей и знакомых есть и яркие личности, о которых я сейчас хочу сказать, и они начинали как раз с «Мастер-шефа». Лиза Глинская – прекрасный кондитер. Сейчас она судья проекта «Мастер-шеф», а в свое время она пришла как участница. Лиза приложила огромное количество усилий для того, чтобы стать экспертом в своем деле, в кондитерском искусстве. Она проводит мастер-классы, она постоянно учится, она совершенствуется в этих направлениях. Это ее цель. При этом она действительно востребована как медиа-личность, потому что она является интересным человеком, профессионалом и экспертом в своем деле. Как ей удалось этого достичь? Постоянно обучаясь, развиваясь и не останавливаясь на достигнутом. То есть появление в программе «Все будет добре», например, и «Все будет смачно» – это возможность для экспертов было, в то время, когда эти программы существовали, развиваться как медиа-личность. Конечно, для того, чтобы быть экспертом медиа, есть определенные качества, без которых не обойтись любой публичной личности, и об этом мы еще поговорим. Но что касается профессионализма, здесь очень важно, чтобы человек уверенно себя чувствовал как профессионал. Есть еще один прекрасный пример – это Женя Клопотенко, тоже участник проекта «Мастер-шеф», который победил. И сейчас это один из известных просто персонажей в медиапространстве, в социальных сетях, человек, который развился в своем деле необыкновенно. Он уже открыл ресторан, он написал книгу. То есть это человек, который непрерывно развивается, используя любые способы продвижения контента. Под контентом мы понимаем с вами не только телевизионный контент, но и социальные сети. Ютуб-канал, Инстаграм, Фейсбук, где сейчас вот мы проводим трансляцию. Это все очень важно для того, чтобы вы могли развиваться как человек, который рассказывает о том, что делает. И здесь есть несколько направлений. Вам нужно уметь, и эти знания вы получаете в школе Медиастарт, уметь говорить, то есть развивать дикцию, жесты, эмоции. Все это передавать через экран или даже через текст, потому что написание текста – это тоже важная часть публичной личности и развития медиа-контента. Так вот, для того, чтобы все это развивалось, нужно тренироваться. Вот такие тренировки мы проводим на наших живых мастер-классах, когда мы объединяемся в команды, для того, чтобы создать контент на основе тех факторов, которые обязательно нужно учитывать. Итак, мы взяли кейсы экспертов, в данном случае это кулинарные эксперты, которые развивались, начиная с телевизионного проекта, не имея опыта совсем, публичного опыта и профессиональный опыт был не очень велик. Но за несколько лет, да, все происходит не сразу, эти личности развились до ведущих, профессионалов, которые могут быть экспертами и на мастер-классах, и в телевизионных программах, и радиопрограммах, и писать какие-то колонки или экспертные рубрики в печатных изданиях, не говоря уже о социальных сетях. Так, Юрий Дудко, приветствую вас, Юра. Очень приятно, что вы с нами. Я думаю, что если у тех, кто присоединяется к нам, есть вопросы, я могу на них отвечать. Мы можем строить контент с учетом того, в чем вы заинтересованы в данную минуту. Ну, а я продолжаю. Мы говорим о том, если вы являетесь экспертом в какой-то своей профессии, то как улучшить это состояние до медийности. Ну, во-первых, вам нужно найти возможность тренироваться постоянно и обучаться. И в этом смысле либо какие-то курсы, либо школы сейчас в большом количестве существуют. Мы сейчас вещаем из школы Медиастарт. Это прекрасная возможность за определенное небольшое количество времени все-таки пройти ту практику, которая позволит вам потом использовать знания на практике. Первое, что приходит на ум, когда мы говорим о возможности тренироваться помимо учебы, как уже применять свои знания, это, конечно, социальные сети, где вы можете рассказывать о том, что знаете, чему вы готовы научить других людей, сперва на небольшую аудиторию, потом расширяя ее. Здесь, конечно, не обойтись без знаний продвижения, но это отдельная тема, которой мы сегодня не будем посвящать время. А вот то, какие качества личности необходимы для того, чтобы продвигать себя как медиабренд, об этом я хочу сейчас поговорить. Опять же, на примере экспертов, которые нам хорошо знакомы и из своей профессии стали публичными личностями. Давайте возьмем для примера доктора Комаровского. Это один из первых экспертов, который стал настолько известной медийной личностью и уважаемой, что это действительно достойно того, чтобы за этим проследить. Уважаемый доктор Комаровский, как доктор, дает советы и сейчас, потому что он профессионал в своем деле, но его личная харизма настолько высока и развита, что его уже воспринимают как лидера мнений, человека, который может поделиться своим мнением не только в сфере медицины, а и в социальных сферах, в сферах взаимоотношений. И действительно, это вызывает доверие, потому что это эксперт высокого ранга. Но если проследить, как начиналось это, то это, конечно, телевизионные программы, в которых доктор Комаровский принимал участие, как эксперт. В свое время мы встречались и в проекте «Все будет добре», и я понимала, насколько легко общаться конструктивно, профессионально с этим человеком и действительно вдохновляюще. Поэтому, если вы, например, юрист, доктор, психолог, который хочет быть экспертом в программах разнообразных, то нужно развивать и вот это качество, которое в целом можно назвать харизмой. Что такое харизма? Это возможность передавать свои эмоции таким образом, чтобы заряжать и вдохновлять людей. Фактически, это очень важное качество и для телеведущей, телеведущего, и для эксперта, конечно, тоже. Свободное владение темой. Если вы участвуете в какой-то телевизионной программе или ведете свой личный контент, развивая личный бренд, то, конечно, не может быть сомнений в том, что вы владеете этой темой. Если вы владеете темой хорошо, тогда у вас получается свобода в передаче информации и в общении с потенциальным зрителем или потребителем контента. Для того, чтобы легкость эта возникла, нужно, опять же, тренироваться, проговаривать то, что вы хотите донести, используя при этом простые правила, которым вы можете научиться в той же школе Медиастарт или развиваясь лично на просторах интернета, много информации. Но важно, чтобы с каждым новым выступлением, с каждым новым посылом у вас эта уверенность росла. Есть люди, которым просто общаться с людьми напрямую, да, вот общение такое, в том числе экспертное, но очень сложно работать на камеру. Я не знаю, почему психологически это происходит, но такая разница есть. Если у вас ощущение, что вам сложно работать на камеру, потому что, например, вы не видите собеседника, да, то нужно, опять же, просто брать и тренироваться постоянно для того, чтобы этот навык возрастал. И, конечно, пересматривать свои выступления, даже если больше зрителей не будет. Почему это важно? Потому что и на радио, когда вы слышите просто свой голос, и на телевидении, когда вы видите себя в кадре, есть такой нюанс, что поначалу кажется, что это вообще невозможно смотреть и слышать. У людей действительно есть особенность фактически не узнавать свой голос. Поскольку я с 96-го года работаю на средствах массовой информации, начинала на радиостанции, то я прошла через это, когда, с одной стороны, очень хочется что-то сказать, с другой стороны, когда слышишь себя, думаешь, не может быть, это, наверное, не мой голос. Но и здесь есть и тот момент, что это психологическая или физическая даже особенность, да, так воспринимать себя. А с другой стороны, конечно, отсутствие опыта, когда он еще не наработан, тоже приводит к тому, что вы можете себе не очень нравиться. В этот момент очень важно не отступать, не останавливаться, а продолжать это делать. Потому что если остановиться, то эта неуверенность просто вас поглотит, и тогда дальше уже не будет смысла развиваться. И когда речь идет о экспертах, в том числе телевизионных, которым нужно донести свою мысль, то есть сотрудничать с медиа, то я видела, что есть многие люди, которые прекрасно владеют своей темой, да, то есть они являются точно абсолютно профессионалами в своем деле, но когда нужно донести информацию, это является для них проблемой. То есть нет живости, нет уверенности, нет эмоций, которые передаются, потому что без этого выступление становится просто сухим и неинтересным. Очень сложно человеку воспринимать информацию, когда она эмоционально его не задевает. Поэтому для того, чтобы по всем этим направлениям развивать свой личный бренд в медиа пространстве, мы уже говорили, работать над профессионализмом, но тут советы каждый себе должен давать, да, понимать, как развиваться в профессии. Чем больше ты эксперт в профессии, тем больше у тебя шансов донести это большой аудитории. Опять же, на примере программ телеканала СТБ я соромлюсь своего тела. Это прекрасная программа, которая действительно спасает жизни людей, потому что рассматривает сложнейшие случаи в медицинской практике и помогает людям. Трое экспертов, команда докторов, Валерия Славский, Людмила Шупенек, Екатерина Безвершенко, это действительно профессионалы своего дела, которые в свое время прошли кастинг сложный для того, чтобы стать ведущими и экспертами этой программы. И мы видим, что каждый из этих персон, являясь прекрасным профессионалом в своем деле, превратилась в медиаперсону, в бренд, и это наверняка помогло и в профессии, и в развитии на телеэкране. Это еще один прекрасный пример того, как личности, которые развиваются в профессии, могут выйти в медиапространство. А то, что это улучшает качество личного бренда, это без сомнения. Поэтому вот если вы, я бы даже так сказала, вот если, например, вы доктор, который хочет выступать экспертом не только в телевизионных, это могут быть радиопрограммы или какие-то форумы, интернет-пространство, то вы можете даже для примера брать людей, которые уже достигли в этом чего-то, а я вам уже называла этих личностей, да, и смотреть, каким образом у них получается развивать свой контент. То есть какие особенности, например, эмоциональные при передаче информации есть, это может быть очень по-разному. Оно должно быть и индивидуально с одной стороны, то есть не зря же говорят найти себя, да, быть собой и в кадре в том числе. Но очень важно, когда вот это ощущение себя, оно не приводит к замыканию в себе, да, оно дает возможность передавать эмоции. В свое время, будучи ведущей в Сабды Доброй, я как раз и была тем эмоциональным проводником между людьми, которые наблюдали за тем, что происходит с экрана нашими зрителями, и экспертами, которые эту информацию через меня передавали. И я видела, что те эксперты, которые умеют передать эту информацию живо, они были более успешными и интересными аудиторией. И тут есть еще один важный момент. Когда, будучи экспертом, вы передаете какую-то информацию, вам нужно все-таки понимать, чего ждет аудитория, чего хочет, какая информация является сейчас актуальной. Потому что актуальность – это еще один очень важный момент в медиа-контенте. Мы понимаем, насколько велика сейчас конкуренция за зрителя, за потенциального потребителя этого контента, и как следствие может быть услуг, если вы эксперт, который продает услуги и для этого создает медиа-контент. И поэтому на телевидении, например, очень важна возможность и способность сотрудничать с командой, потому что есть определенная цель, которая достигается программой, контентом, и есть люди, которые работают в большой команде, для того, чтобы это получилось. Поэтому эксперту необходимо знать вот эту грань между тем, какие знания есть у него, да, как у личного бренда, и тем, что необходимо для конкретного контента. Это может быть телевизионная программа, или когда вы даете интервью, это может быть востребованность информации в интервью, соответственно. И вот это умение ориентироваться на потребность, на необходимость, на актуальность очень важно. И я бы хотела здесь привести пример, который меня некоторое время назад шокировал, и не только меня. Это о том, кто сейчас в современном мире может стать источником контента и экспертом, в каком возрасте, в каких обстоятельствах и благодаря какой информации. Простите, выпью воды. Так вот, некоторое время назад, вы, наверное, были тоже свидетелями, наблюдали за этим, 16-летняя школьница из Швеции, Грета, Грета Томберг, да, выступила на заседании ООН с гневной речью «Вы украли мое детство». Это был основной посыл. Это экозащитница, юная совсем, которая буквально прогремела на весь мир. Вы понимаете, что пригласить в такую организацию, на такое заседание человека, это значит признать его экспертность, то, что его точка зрения важна, интересна и актуальна сейчас. И действительно споры были такие, но настолько разделилось мнение людей о том, как именно девочка, девушка выступила. У нее особенности развития, то есть она очень эмоционально, иногда гневно воспринимает происходящее и может высказать это именно так, как она думает, как она считает. Так вот, с интересом наблюдала за тем, как комментировали люди и разные, и эксперты в том числе, вот эту ее эмоциональность. С одной стороны, посчитали, что да, это очень важно, уметь передать настолько эмоционально свою точку зрения. С другой стороны, кто-то говорил, ну, не место и не время так эмоционировать. Но факт остается фактом. Сейчас экспертом может стать человек в любом возрасте, в любой стране и в любой теме. Но это не значит, что это случайно произошло. Нет, отнюдь. Она к этому шла, кто-то ей помог, как-то эта тема развивалась. Я о том, что занимаясь чем-то целенаправленно, вы можете оказаться в нужное время и в нужном месте. И тут уж, как говорится, важно не оплошать, то есть доказать свою востребованность и экспертность именно в этой сфере. А вот ограничений по возрасту, местонахождению или сфере экспертности можно сказать, что нет. И с одной стороны, это здорово, потому что открывается мир, в котором возможно все, информационное пространство, в котором мы все живем и не можем быть от него ограждены. С другой стороны, это достаточно сложно, потому что конкуренция настолько велика. Но если каждый фактически может стать экспертом, то каков шанс, что высокой экспертности достигнете именно вы? А свои шансы здесь нужно повышать. И так же, как Грета, о которой я только что говорила, начинала издалека, как говорится, да, она не пошла в школу, а устроила экологическую забастовку. Но она предана была этому своему делу и сейчас остается, я уверена, предана ему, настолько, что это заинтересовало окружающих. Так мы можем брать и другие примеры для того, чтобы смотреть, что в одной и той же сфере какой-то человек, может быть, он эксперт и не меньше, но он не достигает такой популярности, а другой достигает. Я буквально вчера в Ютубе смотрела интервью с российской гимнасткой, она уже оставила карьеру, Лисанну Тяшеву, она там телеведущая и сейчас на Ютубе активно действует. Так вот, она рассказала о том, как, по ее мнению, получилось, что она самая известная в медиа гимнастка. То есть, да, она позиционируется как спортсменка, профессионал, который сейчас занимается в медиа. Ну и сама говорит, что и более сильные, и такие же сильные гимнастки были. Но в медиа фактически известна сейчас больше всех она. А почему? Потому что она говорит, я в свое время очень любила пообщаться с журналистами. И когда девочки после выступлений, выступлений на чемпионатах мира, на таких мощных соревнованиях, они хотели поскорее отдохнуть, не хотели общаться, да, что там говорить, а у нее было это желание отвечать на вопросы, комментировать, кого-то послушать. То есть, вот эта медийность, это то, что она создала сама. И со временем, когда нужно было дать какой-то комментарий, касающийся гимнастики, спорта, или на какой-то там здорового образа жизни, например, кого вспоминали? Ее. В итоге она стала телеведущей на одном канале, потом на другом. И ее медийность развилась. И сейчас уже она работает. И как телеведущая. И вот это прекрасный пример того, как начиная с малого и не останавливаясь, в этой сфере все равно можно достичь каких-то результатов, а может быть, и даже очень больших. Если брать по Киеву, например, завтра я буду присутствовать на одном мероприятии, презентации книги Анны Богинской, она написала трилогию, это ее третья книга. И вот она, приглашая меня, говорит, на вечере, посвященном этой презентации, будут присутствовать журналисты 16 каналов. 16 телевизионных каналов в Киеве. Это наверняка еще не все. То есть, начиная где-то себя проявлять как эксперт, вы можете начинать с малого, а потом уже и развиваться. Здесь, конечно, немаловажное значение имеет случай, но в основном, и это принципиально, ваша экспертность зависит прежде всего от вас. Но только если двигаться, скажем, в темноте, просто пытаясь что-то делать, то это будет долгий путь таких шатаний и метаний. Он тоже хорош, потому что, совершая этот путь, вы набираетесь опыта. А опыт не будет лишним. Обязательно где-то и в мозгах, и в действиях отложится и отразится в будущем то, что вы уже сделали в этой сфере. Но если этот путь вы будете сокращать, то эффективность ваша тоже будет расти. И тут я снова возвращаюсь к тому, что какие-то обучающие курсы и мастер-классы это то, что поможет вам, знаете, так собрать в кучку то, что уже имеется, те знания, и направить туда, где вы можете, сокращая путь, прийти к определенной цели. Что делать, если вы понимаете, что вы можете быть экспертом в своей сфере, но цели как таковой нет. То есть вы не понимаете, в каком направлении вы хотите развиваться. Тут бы я сказала, все равно развиваться нужно. Потому что ценность любого профессионала сейчас это связь с медиапространством, ну с информационным, скажем, пространством. Без контента не существует сейчас какого-то бизнеса, личного бренда и так далее. Заявить о себе, о своих знаниях, о своей экспертности вы можете через свой личный контент. И в этом смысле каждый из нас средство массовой информации. И здесь снова те факторы, о которых я говорила немножко раньше, я повторю для того, чтобы мы с вами понимали, как это движется и развивается. Первое. Профессионализм и личные знания. То есть это то, на основе чего строится и любой контент, и то, как вы сможете себя продать, насколько быть востребованным. Затем актуальность, то есть понимание, что сейчас необходимо. Мы можем что-то знать, но как бы долго искать потребителя этих знаний. Эмоциональность, импровизация, это то, что можно сюда же отнести, эмпатию, то есть это возможность коммуницировать в социуме с теми знаниями, которые у вас есть. Почему это важно? Потому что вы, наверное, заметили, как много сейчас говорят о стори-тейлинге, о том, что любым контентом мы рассказываем истории. Вот это приближение зрителя, потребителя контента, читателя, да, вот смотря, какой у вас контент, к тому, о чем вы говорите, вовлечение его в историю, которая происходит с вами. Это очень, опять же, интересный, важный момент. И он тоже сложный, потому что рассказать историю о себе вместо того, чтобы просто передать сухие знания, это сложнее. А с другой стороны, опять же, мы сокращаем путь, рассказывая такие истории, вовлекая людей в то, что происходит. Опять же, если на примере телевизионных программ брать, то любое шоу и любая программа, в котором есть сейчас герой, да, герой какой-то, здесь не просто он пришел сюда и что-то сделал. Например, пришел и приготовил, как в Мастер Шеф, будет раскрыта его история, в которой обязательно будет присутствовать драматургия и завязка, кульминация, развязка, все как положено в сценарии. Не обязательно это будет просто сценарный план. Жизнь так устроена, что именно такое развитие событий привлекает внимание и вовлекает. Так вот, и эксперт, который продает себя и свои услуги, имея такую историю и рассказывая, вовлекая потребителя контента, тоже имеет более высокую ценность. Опять же, вспоминая доктора Комаровского, которого я считаю одним из лучших экспертов, который дает информацию настолько интересно и доступно, что у него очень много потребителей его контента, так вот, насколько часто он умеет рассказать это через историю, в том числе и через личную, придать этому личное какое-то отношение, в результате которого знания, да, медицинские знания интересны всем, но не от каждого человека мы можем их воспринимать. так вот, вот это умение рассказывать истории, если вы эксперт, который хочет быть медийным и улучшать свой контент, это тоже очень важный навык. Этому навыку можно посвящать отдельно и мастер-класс, и изучать это, потому что сейчас это всеобщий тренд. Какое бы шоу ни делали, маленькое, большое, личный контент, всегда будет заходить речь об этом, потому что рассказывая истории сейчас, мы даем те эмоции, которые привлекают зрителя к нашему конкретному контенту. Я думаю, что вот эта информация, которую мы сегодня рассмотрели, как развитие эксперта для того, чтобы стать медийной личностью, будет для первого раза достаточно, чтобы вы поняли, в каком направлении двигаться. Итак, суммируя и подводя итог, для того, чтобы вы могли над этим поразмышлять и простроить хотя бы небольшой план действий, а потом нанизать на него те знания, которые вы получаете в школе медиастарт, на мастер-классах, в личном развитии и обучении. Имея свою профессию, можно перечислять профессии долго, но первое, что приходит на ум и с чем я вот сталкивалась на мастер-классах, модели, которые хотят развиваться в бьюти-сфере, спортсмены, которые хотят развиваться в фитнес-сфере, в сфере здоровья, сейчас это очень популярно, психология, юристы, это может быть ветеринар или человек, который интересуется животными, потому что это тоже очень востребованная тема, то есть фактически каждую профессию можно брать и рассматривать, как становиться экспертом. вы достаточный профессионал, то есть есть определенный уровень, который дает вам возможность делиться своими знаниями. Следующий этап, что сделать, чтобы этими знаниями поделиться? Развивайте легкость общения через развитие речи, дикции, жестов, взгляда, всего того, что в комплексе опять же вам дают на уроках здесь в школе медиастарт, вот это умение подавать себя. Затем легкость в общении и передача эмоций, ну это, пожалуй, лучше всего в жизни, конечно, развивается, но вот возможность социальной коммуникации это очень важно. Сейчас, к сожалению, или это просто такое время, многие люди говорят, да, я не хочу, я потому сам свой контент и создаю, что я не особо хочу общаться со многими людьми, то есть не это меня интересует, я эксперт, пусть потребляют контент, да, но построение социальной коммуникации, как бы мы ни говорили о том, насколько мы самостоятельные и независимые, это фактически наша жизнь. Сейчас уже научно доказанный факт, что мышление человеку, вот мышление в том виде, который мы сейчас имеем, если верить эволюции, появившееся у высших млекопитающих, было необходимо для выживания в социуме, выживание в стае, а не для того, чтобы знать таблицу умножения или рассчитывать алгоритмы, или даже знать, где находится на карте тот или иной пункт. То есть социальное мышление, возможность строить коммуникации, это навык, который помогает и в построении личного бренда. И если вы эксперт, который может, коммуницируя с другими людьми, и передавать знания, и создавать вот хорошую атмосферу, то это делает вам честь. Далее, возможность импровизировать и в то же время придерживаться сценария. Какая бы тема ни была, если это в телевизионной программе или в вашем личном контенте, все равно есть план, по которому вы создаете этот контент. Это важно, но в то же время при необходимости это может быть и какой-то сигнал со стороны, и ваше личное желание. Вы можете отходить от этого плана и импровизировать. Это тоже нужно развивать и скорее всего это развивается тоже с опытом, когда вы многократно делаете выступления, участвуете в разных мероприятиях, больших, малых, любых, какие только могут быть, или создаете свой личный контент и пробуете импровизировать. Прекрасное качество чувства юмора. Может быть не во всех сферах его можно использовать, но потенциально, если оно есть, это возможность получить вот такое расслабление в какой-то момент, даже если вам сложно наладить контакт с аудиторией или тема, например, зашла в тупик или не так развивается, здесь поможет чувство юмора. Кстати, по поводу легкости общения с аудиторией, здесь, пожалуй, тоже вам нужно освоить какие-то определенные навыки, которые будут именно вам в сложной ситуации помогать, как говорится, обрести равновесие и прийти в себя. Что я имею в виду? Иногда, будучи экспертом в своей сфере и выступая перед какой-то аудиторией, вы можете буквально впадать в ступор, если у вас еще нет достаточно опыта, вам может быть тяжело. Один из хороших способов это признаться в этом. Такой маленький лайфхак, возможно, вам уже об этом говорили на занятиях, может быть, вы слышите об этом впервые, то есть, выходя на большой аудитории и чувствуя огромнейшее волнение, вы можете просто так и сказать, я волнуюсь, но тем не менее сделаю все возможное для того, чтобы вам было интересно и вы узнали что-то новое и полезное для себя. Это снимает определенным образом напряжение. Если вы можете пошутить, это будет вообще идеально, но в моменты волнения, честно говоря, все шутки и анекдоты просто вылетают из головы и думаешь хоть бы вспомнить то, что планировал сказать. Поэтому здесь вам нужно заранее понимать, какой механизм работает для вас. Вот эти механизмы, а и еще один немаловажный, о котором я всегда говорю и экспертов это тоже касается, это умение работать в команде, потому что даже если мы создаем индивидуальный контент, а все равно мы сотрудничаем с людьми, которые помогают нам контент создавать или которые делают возможным коммуникацию и вот эта командность это тоже тренировка наших социальных навыков, возможности друг друга поддерживать, потому что иногда какой бы ты не был заинтересованный эксперт, тебе хочется просто ничего не делать, правильно? А если у тебя есть команда хотя бы небольшая единомышленники, то это люди, которые будете друг друга подталкивать и уже идти к цели не останавливаясь. Умение работать в команде это тоже отдельный блок, который очень важен, потому что сейчас создается впечатление, что как бы может быть в этом и нет такой необходимости, необходимость важность этого не меняется, а только увеличивается, потому что если вы пробовали создавать команду, понимаете, наверное, насколько иногда сложно это сделать, найти тех специалистов, поэтому если нашли команду, берегите ее, и таким образом свою экспертность вы тоже повысите. Под этим эфиром вы сможете оставлять вопросы, которые у вас возникли по ходу эфира, для того, чтобы я или Ярослава ответили на них, потому что я считаю, что сегодня у вас появилась тема для размышлений, прежде всего вам нужно для себя решить ваша экспертность, это то, что нужно развивать и продавать в итоге, да, либо это то, что просто есть и развивать его не нужно. Я за то, чтобы развивать, потому что этот навык помогает не только в средствах массовой информации, в медиа, в информационном пространстве, это навык, который необходим в жизни каждому человеку. Я благодарна вам за то, что вы посмотрели этот прямой эфир, уверена, что, да, Ярослав, пожалуйста, уверена, уверена, что множество советов, которые я дала, вам обязательно пригодятся, тут очень важно их осознать, применить и не забыть себя похвалить за то, что вы применили, вот что. А если вас некому похвалить, то приходите к нам на курсы, мы обязательно вас похвалим, научим и посоветуем в комплексе, как вам правильно себя развивать, потому что сейчас как и соцсети, так и ваша речь, дикция, голос, это все комплексно говорит нам всем зрителям о том, какой вы эксперт, какого вы качества, глубины, профессионализма, потому что на самом деле сейчас люди выбирают среди экспертов тех, кто на слуху, то есть если человек известен, то люди даже не будут разбираться, насколько он заслуженный профессионал своего дела, они будут просто идти туда, куда слышали о ком-то, вот к тому и пойдут, поэтому сделайте все для того, чтобы о вас услышал весь мир, как минимум онлайн мир, мы вам, конечно, в этом поможем, это оформить и правильным образом донести на наших и оффлайн занятиях, ну и также вот такой онлайн формат тоже для вас полезен, поэтому если вы хотите записаться к нам на курсы, еще этого не сделали, вы можете либо написать комментарий под этим видео, мы сохраним трансляцию, либо написать нам сообщение в директ, тогда мы для вас уже расскажем вам подробнее, что именно вы можете взять с нашего курса, и я от себя подарю вам маленькую скидку, это хороший презент, отличная новость, отличная новость у нас в эфире, поэтому ждем ваши комментарии, ждем вашу экспертность, ждем ваши кейсы, и поможем вам в этом разобраться уже даже дистанционно, потому что наши эфиры будут продолжаться, а вы будете все же быть, будете продолжать быть профессионалом этого дела, и пора об этом заявить всему миру. Согласна на все 100%, Ярослава, спасибо тебе за поддержку, за красивый свет, видишь, какие мы с тобой симпатичны, всем отличных выходных, друзья мои, не забывайте, что каждая минута, с которой вы развиваетесь, это инвестиции в ваше будущее, пусть оно будет прекрасным, просто девиз, а в понедельник, кстати, у нас старт новых групп, поэтому, если вы еще не с нами, запрыгивайте в последний вагон, мы вас ждем, до встречи и хороших выходных.